Владимир Иванов с докладом про Declarative UI и как улучшить его с Figma. Всё, можно начинать? Да, можно начинать. Отлично, я слышу эхо своё. А можно вот это эхо выключить? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 не очень правильно ну то есть то что видно на глаз и очень легко показать это дизайнеру да то есть не заставлять его проходить через старую а просто говорит открой storybook посмотри там компонент таким образом мы вот этот фидбэк-клуб да то есть цикл обратной связи мы его уменьшаем от этого все выигрывают это очень хорошо к сожалению здесь остается все равно еще проблема в том что пиксель перфекта он все равно недостижим да то есть разработчику не видно какие-то детали которые видны дизайнеру там может быть шрифт как-то отличаться могут быть отступы отличаться может какая-то компоновка отличаться а марджин и паддинге все такое и в общем от этого никто не счастлив и джейн приходит в голову идея а что если бы был бы способ взять и прямо в приложении имея наш компонент взять и на него наложить из фильмы что-то да вот картинку которая представляет наш компонент и тогда будет прям очевидно что вот будут расхождения ну то есть мы возьмем полупрозрачную картинку с сигмы наложим наш компонент и будем видеть разницу круто как это сделать хорошая новость в том что я начал работу уже над этим для jetpack compose и там для flutter это уже готовая работает но для jetpack compose она в процессе уже там лежит определенный исходный код на гитхабе я в конце дам ссылку все смогут посмотреть но вот я такой компонент реализовал jetpack compose вот эта идея она реализует давайте посмотрим как она есть что она из себя представляет для того чтобы этим воспользоваться нужно очень мало то есть вы в своем приложении пишите где-то там например в storyboard в том же или там в каком-то отдельном месте вы пишете функцию до новый компонент новую compose был функцию там вот фигма превью обзывая обзываете и аннотации превью да и дальше внутри используйте компонент который который я написал называется фигма превью и вам нужно будет указать туда несколько значений из фирмы это файл айди там идентификатор компонента и токен я сейчас подробно на всем из этом остановлюсь кроме того flutter фигма превью уже тоже реализован я дам на него ссылку он он тоже работает пользоваться во flutter это выглядит следующим образом да то есть где-то опять же там в story мы используем этот фигму превью видите что мы используем те же те же самые компоненты плюс к этому но вот идентификатор используем идентификатор компонента который мы хотим показать фигма токен для авторизации я расскажу как его получить и child это собственно наш компонент который мы хотим на пиксель perfect с помощью наложения из фигма окей значит да во flutter фигма превью как и в депр комсов фигму превью нам понадобится идентификатор компонент идентификатор файла а и аустокен значит давайте про все из них поговорим подробнее как получить идентификатор компонента а здесь есть два решения решение номер один вы можете написать небольшой скрипт который запустить в фигме который пройдется по всем компонентам в вашей библиотеке и проставить в комментарии идентификатор этого компонента нужно это потому что фигма не отдает идентификатор компонента в каком-то публичном поле да то есть этого не видно в интерфейсе и может быть тяжеловато его достать вот такой скрипт он уже написан он уже существует на гитхабе вот в этом вот репозитории вы можете его взять засунуть скриптер он по всей вашей библиотеке пройдется везде проставить идентификаторы они у вас появятся и вы сможете от каждого компонента взять идентификатор и вставить его вход хорошо да для того чтобы запустить скрипт там достаточно вот плагина скриптер или там плагин open script туда засовываете скрипт прогоняете все работает если нет напишите мне попробуем поправить вторая вещь которая нам понадобится для фигма превью это аксесс токен и тут хорошая новость что все очень просто вам нужно всего лишь зайти в аккаунт да там будет секция personal access tokens да дальше создаете новый токен он вам единожды точно так же как на гитхабе гитлабе или где-то еще с персонации стоке на месте вы работали то вот это работает точно так же дальше в этот токен копируете вставляете в свою фигму превью все опять же работы естественно нужно учитывать что из фигму превью вы получите доступ только кто к тем компонентам которым вы имеете доступ сами да то есть вот скоп этих компонентов регулируется вот этим вот аксесс токен последняя вещь которая вам нужна будет это файл айди да и по сути говоря это просто-напросто идентификатор проекта открываете ваш проект в фигме в вебе да и вот этот вот блок между фигму.com файл и именем проекта этой будет ваш файл ади тоже вы копируете за адресной строки вставляйте фигму превью и все будет работать окей теперь я хочу вкратце рассказать как это работает в принципе да у нас есть там как раз 10 минут для того чтобы это сделать и работает достаточно простым образом значит для того чтобы нам это все осуществить да нам нужно для начала отобразить дочерний компонент до который мы проверяем над которым мы работаем дальше нам нужно сделать некоторый сетевой вызов фигму да то есть просто сходить фигму получить оттуда url нашей картинки да то есть фигма не сразу вам картинку отдаст она даст ссылку на нее и и потом нужно будет просто-напросто отобразить саму картинку и и и все окей давайте опять же разберем это по шагам значит для того чтобы отобразить компонент например jetpack compose нет ничего проще каждая composable функция может принимать параметр другой composable функции да она выглядит вот так вот аннотация composable и котленовская функция которая там из ничего лишь чего-то возвращает юнит и все дальше вставляйте его просто фигму превью и и все и на этом отрисовка вашего компонента закончена естественно у вас могут быть какие-то параметры этого компонента это просто параметры вашей композ был функции передаете их туда и и на этом все дальше пункт второй который нам нужно пройти это сетевой вызов фигму это будет чуть-чуть посложнее но я сейчас расскажу как это делать естественно у вас есть разные опции для того чтобы сделать сетевой вызов да вы можете сделать вызов с помощью сетепи урал connection можете какие-то библиотеки там используют ретрофит или еще что-нибудь я просто взял библиотеку от степи клиент а пришлось использовать правда версию номер три сейчас актуально четвертый но там окажите теперь client начали переписывать на котлин там есть проблема в использовании вас jetpack compose поэтому у меня используется третья версия библиотеки но это окей значит дальше с помощью этой библиотеки нужно сделать просто get request передав определенные хедеры и получить некоторый джейсон ответ который нам придется распасить в коде это выглядит следующим образом да вот берем степи окажите теперь request builder да дальше ему съем url значит здесь base url это и пи фигма.com дальше идет некоторый путь там версия 1 images дальше идет файл айди который мы получили ранее да из адресной строки браузера дальше идет список идентификаторов наших компонентов здесь вот в иди из но типично вы хотите использовать один и дальше есть еще скейл то есть вы можете зависимости от плотности экрана на котором вы проверяете использовать скейл там типа один одинарную двойную или тройную плотность для того чтобы фигма сгенерировал вам картинку нужного размера дальше вы передаете access токен да в специальном хайдере то есть это не хайдера autorization это хэдер x фигма токен пожалуйста обратите на это внимание и дальше естественно мы передаем контент тайп потому что хотим получать джейсон чтобы его легко было распасить и все дальше в окаж степи в этом передаете callback и когда вы получаете респонс ну первое естественно нужно проверить на ошибки но если ошибок нет то вам нужно просто получить строковое представление body да это будет наша джейсон строка и оттуда распарсить наш ссылку на нашу картинку до которой мы хотим отобразить и передать ее в колбек в вызывающий код в обратно в джетпэг компонсов и все а то есть по сути смотрите что мы с вами сделали мы отобразили дочерний компонент мы получили ссылку на картинку до который нужно отобразить теперь нужно отобразить картинку и тут я не стал мучиться каким-то образом я просто взял библиотеку кайл ее не получилось подключить напрямую но я просто взял типа кайл имидж имплементацию положил ее в проект фигму джетпэг компонс фигму превью и все заработало значит кайл если кто не знает это библиотека которая написана на котле не для андроида для того чтобы получать для того чтобы отображать картинки там кэшировать их эффективно и так далее вот кайл все это всю эту задачу решать и теперь нам нужно собрать все вместе да но тут есть несколько нюансов первое где вообще хранить вот этот урал картинки то есть где вообще в декларативных фреймворках хранить вот это вот состояние сейчас мы это обсудим и второе а чё делать с размерами потому что совершенно непонятно как это отображать как накладывать одно на другое а с этим тоже разберемся окей значит кто вообще сталкивался с декларативным юаем я к сожалению не вижу я надеюсь что кто-нибудь поднял руки а значит в декларативным юая все работает следующим образом что у вас есть view то это вот ваши компоненты дт композа композу функции в реакции это компоненты во флатере виджеты и так далее дальше вот это вот view она отображает некоторое состояние то есть view является функцией состояния и для того чтобы функции состояния поменять то вам нужно вам нужны экшены то есть некоторые функции которые будут менять менять состояние до состояние поменяется поменяется view и вот таким образом цикл замкнется называется in direction all data flow как соответственно нам использовать это для того чтобы сохранить state карт урал картинки мы просто положим его в state да то есть нам не нужно никакое внешнее управление состоянием не нужны редакция мобокса и все остальное нам достаточно будет локального стоит а для фигмы привил поэтому мы просто положим в локальный state но тут надо сделать нюанс что вообще говоря в джетпэг композ вот этот вот state реализован с помощью с и 5 который очень похоже на хуке поэтому если вы будете делать то же самое в реактиве это будет там типа хук я приведу приведу кусочек кода чуть-чуть позже значит с размерами картинок тут тоже есть некоторые нюанс да тут нужно понимать что в любом фреймворке в котором вы не работали для того чтобы отобразить картинку вам нужно знать и из сети да вам нужно знать ее размер и как бы тут нужно этот размер как определить как вообще-то в джетпэг композ сделать то есть вот мне мне пришлось гуглить и спрашивать типа как это сделать но на самом деле решение достаточно просто элегантная да нам нам понадобится box constraints а для того чтобы это сделать и из них просто напросто получить получить текущий размер до нашего экрана вот и все хорошо будет работать значит со стейтом история такая да что вот мы используем просто напросто michael state of да это некоторым образом похоже на хук и вот в и матчу рл в велью в колбеке да для для фильма клиента мы просто передаем значит то значение которое помните из что теперь получили и и все работает так поехали дальше значит помните я вам говорил что существует два способа для получения айдишек да и использовать скрипты в фильме может быть не очень удобно может у вас не будет хватать на это прав может быть кто-то запретит ставить этот плагин для фирмы ничего страшного значит для flutter фигма превью уже реализована функциональность поиска по айдиш ником да то есть это отдельный компонент который позволяет вам написать имя вашего компонента в фигме да и она покажет вам список отфильтрованный покажет превьюшку то есть картинку и покажет идентификатор значит для gp compose фигму превью это еще предстоит сделать если кто-то захочет поконтрибьюти пожалуйста буду очень рад если нет то постараюсь сделать сам в ближайшее время и на этом на самом деле все да то есть получается что я рассказал вам как работает jetpack compose фигма превью какие принципы фигмы превью вообще есть и зачем вообще это все делать с точки зрения оптимизации скорости поставки что мы из этого я надеюсь сегодня вынесли значит первое это то что долгий цикл обратной связи он уменьшает вашу производительность и как разработчик команды поэтому пожалуйста применяйте все все средства для того чтобы этот фидбэк клуб уменьшить второе это пожалуйста используйте storyboard и да во первых для того чтобы себе помочь потому что проще будет разработать компоненты во вторых проще показать их дизайнеру получить как раз вот эту вот обратную связь а третье если у вас jetpack compose или flutter то пожалуйста используйте существующие уже компоненты для того чтобы получить фигму превью если у вас react native или native android или native ios работа уже ведется в частности у меня есть коллега по подкасту mobile people talks донис тазаддинов он уже пилит фигму превью для а свифтюай как только он это сделает я надеюсь что он сделает такую же фигму превью для для юай кита и все в ios мире тоже будут счастливы наслаждаться укороченными фидбэк клубами и на этом у меня все итог полезных ссылок flutter фигму превью пакет ссылка указана вот тут вот значит исходник для для таком пол стима превью лежит на гитхабе ссылка вот здесь а если вам понравилось выступление вы хотите узнать больше то я пишу блог про мобильную разработку про solution architecture и все в ладвич до дев пожалуйста заходите подписывайтесь для того чтобы получать уведомления новых постах если вам хочется обсудить текущий доклад то приходите в твиттер задавайте вопросы или приходите в telegram в телеграме ровно такой же handle на этом у меня все всем большое спасибо ваши вопросы ровно полчаса говорят говорят что гифты не отобразились вовремя хотим на них посмотреть еще раз да я вижу руку можно давайте вопрос попробуем задать александр строительный двор в общем у меня такой вопрос а вот это вот ручная проверка пиксель перфекта она же осталась больше нет больше нет в ней нужды потому что она проверяется но она проверяется не автоматически но то что вам нужно сделать это во-первых это делает дизайнер во-вторых это разработчик сделает на этапе компьютер софики и потом просто накладывает одно на двое может сделать да и вот по поводу для флаттера сториборда в общем я смотрел на него мне не понравился написал свое называется шоу кейс через букву си я офигел когда увидел что через кей существует чье-то вот можете посмотреть там есть возможность подмен тема размер шрифтов размер экрана эмулировать можно то есть есть пресеты так что это огонь вообще я поделюсь разработкой занимается а еще вопрос еще вопрос есть да спасибо за заклад мне маленький вопрос а вот отношениями сторон теми же вот каждый смотрит на своем девайсе и не рисовать же бедному дизайнеру там миллион макетов обычно хватает того что вы выбираете эталонный девайс то есть у нас на одном из проектов это был там iphone 11 макс и вы сравниваете просто имплементацию именно на нем берете именно этот девайс именно этот симулятор и все проверяйте на нем и этого хватает для того чтобы во всех остальных случаях это тоже работало ну только если вы там конкретно размеры не хардкодите да но это должно быть отловлено на этапе код ревью и в целом это работает понял спасибо вроде нет большого а мне подсказывает что был самый классный вопрос мне понравился свой аналог storyboard для флаттера да она 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 владимир спасибо хочу напомнить сейчас у нас кофе-брейк полчаса после кофе-брейка будет доклад про снапшот тестирования и